Юные, талантливые, перспективные. В 16-й раз одаренным и талантливым детям вручили персональные стипендии главы администрации. В этом году денежного поощрения удостоились 60 лучших школьников в четырех номинациях. Я хочу, чтобы те, кто сегодня получит эту стипендию, эту награду, почувствовали, что вы нужны родине, и малой своей родине, городу, и России, чтобы это послужило толчком, сподвигло вас в совершенствовании тех вот талантов в разных направлениях. Каждый день своим трудом и упорством они шли к успеху. Победители фестивалей и конкурсов различного масштаба блистали в номинации «Талант». И хорошее настроение, небо кинет больше вас. Звучание их голосов и виртуозная игра на инструментах завораживают и еще раз доказывают, что стипендия действительно заслуженная. Илья Харитонов учится игре на баяне 9 лет. Стипендию за победы в областных, всероссийских и международных конкурсах исполнительского мастерства получает в четвертый раз. Признается, без поддержки педагогов и семьи добиться успеха было бы сложнее. Хотел бы сказать спасибо своим родителям, своему учителю Раковой Глине Александровне за то, что они помогали мне стать тем, кем я стал. Я хочу связать свою жизнь с профессией музыканта. В дальнейшем можно концертировать, можно преподавать, но жить без музыки я не смогу. Полина Тоцкая поет и играет на фортепиано с пяти лет. Ученица седьмого класса уже дважды получала стипендию мэра в номинации «Талант». Полина – лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов исполнительского мастерства и вокального искусства. Эта награда для меня вызвала такие чувства, как радость, и она мне очень поможет в будущем поступлении в каком-нибудь из учреждений. Представлять свою школу на Олимпиадах ответственно и почетно. Этот учебный год для Андрея Горгомы особенно удачный. Призовые места на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию, русскому языку, математике и английскому. Выпускник третьей гимназии стипендию получает в номинации «Успех». Меня как бы все мотивирует. Я продолжаю усердно работать, стараться сейчас ЕГЭ сдавать. Ну, это небольшое такое отвлечение от подготовки к ЕГЭ. Довольно интересно было поучаствовать, посмотреть. Звезд юношеского спорта, победителей всевозможных соревнований и состязаний объединила номинация «Олимп». Ребята, которые сильны в естествознании и добились успехов в техническом творчестве, отмечены в «Триумфе». У нас сегодня огромное количество талантливых детей. Вот эта премия и эта стипендия главы администрации мэра города, она просто один из тех моментов, который подтверждает, что мы следим за этими ребятами, пытаемся создать для них условия и продвигать. Быть первыми, побеждать и совершенствоваться. Эти белгородские школьники знают, к чему стремиться. Нет сомнения, что каждый из них покорит еще не одну вершину. И поддержка города в этом гарантирована. Марина Должикова, Сергей Драчев, Белгород Медиа.